привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами вот уже и подходит концу 2018 год пришло время поговорить о проделанной работе обсудить планы на будущее ну и подвести итоги уходящего года да вы правильно меня поняли настало время нашего рейтинг топ 5 лучших дистрибутивов 2018 года в целом за этот год мы сняли очень много разнообразных видео надеюсь они вам были полезны они понравились было несколько видео которые перешагнули за 100 тысяч просмотров это очень круто я благодарен всем вам за то что вы смотрите подписывайтесь лайкайте участвуйте в обсуждениях в комментариях огромное спасибо тем ребятам которые действительно если чем-то не согласны не пишет конструктивную критику излагают свои мысли я беру из этих комментариев что-то новое для себя делают какие-то выводы и стараюсь исправлять свои ошибки в новых видео хейтерам хочу пожелать новом году больше скажем так тактичности и вежливости в комментариях потому что комментарии читаете не только вы не только я а и другие люди которые участвуют общество обсуждениях если что-то не нравится давайте конструктивно обсуждать мы же не быдло дабы материться в комментариях так далее и тому подобное ну что ж что касательно будущего в будущем я планирую привнести в наши ролики больше социальной составляющей также у нас на втором канале развивается проект я планирую его все-таки закончить да и запустить и там много различных идей обо всем сразу рассказывать не буду в общем подписчики и да и комьюнити наш комьюнити эти навигатор она будет больше влиять на содержание на качество видео в будущем вот так же планирую все-таки проработать и доработать качество роликов что-то новенькое интересное принести на монтаже ну что ж друзья с наступающим новым годом ну и давайте приступим к нашим конкурсантам пятое место соус с это замечательный дистрибутив все в нем хорошо лично я использовал его лично я использовал его больше двух месяцев написал на нем реальный проект на react.js плюс но джесс а сдал этот проект и как бы все было хорошо с данным дистрибутивом он в принципе достаточно стабилен да это новый дистрибутив но он очень быстро развивается и то что его разработки участвуют бывшие специалисты intel они сами разработали баджет десктоп и развивают эту графическую оболочку то есть все очень круто в этом дистрибутиве постоянно добавляется новый софт он стабилен и реально это очень крутой проект и я очень рад что в наше время появляются новые новые проекты которые не такие как тоже ubuntu fedora и arch что у нас появляется что-то новенькое вот всем он хорош но вот за него проголосовало наименьшее количество людей поэтому пятое место в голосовании приняла практически 3000 людей за что вам огромное спасибо за то что писали комментарии 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 также буду учитывать четвертое место диппин 15 да не так уж все просто с диппин 15 это замечательная оболочка хороший концепт но не самое лучшее исполнение было несколько подробных обзоров в предыдущих роликах поводу диппин и основная проблема это детские болячки это мелкие баги которые реально доставляют проблем шикарная оболочка замечательный концепт хорошо написанный встроенный софт но от мелких болячек все же стоит избавляться поэтому у нас диппин 15 только на четвертом месте одну и это подтвердило наше голосование в сообществе айти навигатор ну давайте пойдем дальше третье место manjaro linux но я думаю manjaro linux можно было бы поставить даже чуточку побольше он набрал 17 процентов среди всех голосов manjaro это огромное сообщество это дистрибутив который базируется на arch linux но с маленькой пометочкой в данном дистрибутиве все пакеты при позиторе до manjaro они проходят проверку на безопасность на стабильность поэтому вы получаете тот experience да тут опыт arch linux но с пометкой что за вас проверили все пакеты они стабильны у вас минимальных листов багов и данный дистрибутив ориентирован в первую очередь на тех людей которые хотят попробовать гибкость archa но как бы для простых для обычных пользователей которые не хотят заморачиваться и собирать дистрибутив вручную на сайте присутствует очень много различных сборок с баджи десктоп с гномом с xfce cinnamon с кеде также множество различных версий сейчас находится на стадии разработки в превью сейчас вы можете их наблюдать на своем экране до зайдем сейчас на сайт посмотрим огромное сообщество огромные перспективы но к сожалению считаю ваши голосования пока только третье место я бы его ну как минимум там второе первое поставил бы также хотелось бы третье место разделить с arch linux который вы можете собрать сами действительно arch linux если вы заморочите если вы установите настроить и все под себя это стоящая вещь которую нужно и можно использовать но скажем так почему отдаю предпочтение манджаро потому что ну для обычных пользователей поставил и не паришься поэтому манджара linux ну что ж вот мы плавно подобрались ко второму месту на втором месте у нас ubuntu 1804 действительно многие относились скептически к ubuntu то что перешли на гном все плохо да есть минусы но в целом ubuntu то чем она стала да они разрабатывают комьюнити тему там внешний вид поменяется будет симпатично они продвигаются на и пакет и snap это вообще огромный шаг вперед у нас в центре приложения если зайдете посмотрите с каждым месяцем все больше и больше софта то есть это огромнейший плюс то что linux сообщества получает все больше и больше софта сейчас уже однозначно не можно сказать что я нет не перейду на linux потому что мне не хватит софта да что-то узко специализировано возможно вы не найдете а так для повседневных задач если вы веб-разработчик если вы backend какой-нибудь там программиста даже на десктоп можно писать на linux дистрибутил ах поэтому ubuntu огромный плюс за то что они привносят развитие open source сообщества ну и по вашему голосованию и как бы я поддерживаю ubuntu занимает второе место также я хотел бы на второе место отнести те дистрибутивы которые базируются на ubuntu это например как dn не он на ubuntu 1804 это роулинг обновления kb со стабильной базой ubuntu то есть самый свежий kb все самые свежие наработки со стабильным бэк-эндом действительно очень интересный дистрибутив и ну да это дистрибутив от разработчиков кеды этим все сказано интересный вариант обратите внимание кто еще скажем так не обратите внимание кто не знает что такое кеды не он и кто обожает кб я думаю вы будете в восторге ну и теперь настало время объявить нашего победителя на первом месте у нас linux mint 19 за него проголосовало 37 процентов всех людей которые голосовали комментировали в целом я наверное соглашусь с этой позиции linux mint хорош люди писали до оболочка тоже имеет значение с какой оболочкой linux mint но я не хочу разделять я думаю что все варианты исполнения linux mint они замечательные и они служат для различных задач если вам нужен linux mint с минимальным потреблением ресурсов вы выбираете linux mint xfce если нужно что-то средненькое вы выбираете linux mint с матэ ну и если вы хотите все и сразу вы выбираете linux mint 19 cinnamon кстати в 19 версии вышел cinnamon 4 и там много различных нововведений фишечек плюшечек и что мне нравится в linux mint то что комьюнити оттачивает дистрибутив до совершенства все продумано до мелочей и именно в 19 версии провели огромную оптимизацию по производительности особенно это будет чувствоваться на машинах с видеокартами nvidia это минималистичная оболочка это дистрибутив выполнится вкусом и это один из самых дружественных дистрибутивов для неопытных пользователей надеюсь вы согласны с этим рейтингом до дистрибутивов очень много и включить все в наш хит парад ну просто мы бы здесь застряли на пару часов я думаю ну что ж друзья пишите комментарии что вы думаете обо всем этом надеюсь поддержите это видео лайком подписывайтесь кто не подписан обязательно прожимайте лайк и колокольчик дабы не пропустить новое видео ну что ж всех с наступающим 2019 годом побольше вам хороших open source проектов ну и до новых встреч новых видео новым году пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok